Всем привет ребята, с вами как обычно я Ламберт и сегодня в этом видео мы поговорим про ДДОС атаки, которые действуют на данный момент на Блэк Раше. И после появления вот этих ДДОС атак у всех ребята появились такие вопросы по типу, что будет с Блэк Рашей, что будет с обновлением, что будет с нашими аккаунтами и тому подобное. И в этом видеоролике ребята я подробно объясню и отвечу на все ваши вот эти вот вопросы. Если что, я играю и снимаю на таком проекте под названием Блэк Раша, а именно на блок сервере. Если вы хотите играть вместе со мной, то ссылка на актуальную версию Блэк Раше будет в описании под этим видеороликом. И кстати, перед началом этого видеоролика я хотел бы провести конкурс на 500 рублей доната на любом сервере Блэк Раше. И чтобы участвовать в этом конкурсе, вы должны ребята обязательно подписаться на мой канал с колокольчиком, поставить лайк на это видео и написать, ребята, абсолютно любой рандомный комментарий со своим ником и сервером, на котором вы играете. Итоги будут в следующем видеоролике, так что дерзайте. Давайте начнем с того, когда начались вот эти вот те самые ДДОС-атаки и кто вообще проводит вот эти вот ДДОС-атаки. Все говорят, что ДДОС-атаки начались 8 декабря, а точнее вчера. И на самом-то деле, ребята, я вам так скажу, что ДДОС-атаки начались не 8 декабря, а на самом-то деле ДДОС-атаки начались 6 декабря. Да, наверное, вы тогда не замечали вот эти ДДОС-атаки, как и тогда еще сервера были полными и так далее, но на самом-то деле, ребята, 6 декабря, именно в тот день, все украинцы помнят, что тогда у многих жителей Украины не работали сервера BlackRush. Если у вас, ребята, также не работали сервера BlackRush, точнее, если вы являетесь жителем Украины и у вас не работали сервера BlackRush, это значит, что тогда была, так скажем, тестовая ДДОС-атака. И вот эти вот люди, которые ДДОС-или BlackRush, они просто решили запустить тест ДДОС-атаки, и из-за этого тест ДДОС-атаки пострадали жители Украины. На данный момент пока что неизвестно, кто именно ДДОС-ит сервера, но сейчас в ВК появился один человек, я не буду вам говорить имя этого человека, потому что это будет пиар в сторону того самого человека. И тот самый человек, ребята, который на самом-то деле не ДДОС-ил сервера, он говорит, что он якобы ДДОС-ит все сервера BlackRush, и он говорит, что он якобы запустил ДДОС-атаку со скоростью полтора терабайта в секунду. Да, если вы не знали, сейчас все сервера BlackRush и ДДОС-атся со скоростью полтора терабайта в секунду. Вы сами, ребята, представьте, полтора терабайта в секунду. Это даже, ребята, сложно и страшно представить, потому что полтора терабайта это не маленькая такая сумма. По идее, если логически думать, то ДДОС-атаки это тоже преступление, и за ДДОС-атаки можно сесть за решетку. Так что я не думаю, что человек, который ДДОС-ит сервера, он не будет в открытую говорить в соцсети, что это он именно ДДОС-ит все сервера, потому что если он так скажет, то ему будет грозить, так скажем, тюрьма не на маленький такой срок. И недавно тот чел, который выдает себя за человека, который ДДОС-ит сервера BlackRush, он написал такой пост, где он пишет, что якобы пропадут все аккаунты BlackRush, пропадут все ваши имущества и тому подобное. А вы, ребята, ни в коем случае не думайте, что у вас в натуре и реально пропадут вот эти вот аккаунты, все ваши имущества и так далее. Никто, точнее, никто, ребята, точнее ничего не пропадет на вашем аккаунте, все будет на месте, все ваши аккаунты будут на месте. Вы об этом вообще не беспокойтесь, потому что, ну, типа, это, можно сказать, вообще невозможно, чтобы ваши аккаунты просто так взяли и пропали. Да, и тем более на данный момент разработчики BlackRush уже решают проблему с этими ДДОС-атаками и в скором времени мы, наконец-таки, ребята, можем спокойно поиграть в нашу любимую BlackRush. Самое главное, ребята, не беспокойтесь за ваши аккаунты. С BlackRush, ребята, все будет нормально и с вашими аккаунтами тоже все будет нормально. Так что, ваша главная работа, ваша главная задача, это просто, ребята, ждать, пока вот эти ДДОС-атаки закончатся и их пофиксят. И, кстати, что по поводу обновления. Если также думать логически, ребята, то обновление никак не влияет на ДДОС-атаки, потому что есть две команды, которые, например, одна команда, ребята, занимается с разработкой обновлений, а вторая команда, ребята, занимается с решением, точнее, с фиксами этой ДДОС-атаки. Так что, тоже не волнуйтесь, обновление, ребята, обязательно будет, но точные даты обновления я не знаю, но, наверное, ближе к Новому году обновление уже, скорее всего, точно будет. Так что, про обновление тоже не беспокойтесь. Это никак, точнее, вот эти ДДОС-атаки никак не влияют на обновление. В принципе, наш видеоролик подошел к концу, если вам, ребята, это видео понравилось, то обязательно поставьте лайк на это видео и подписывайтесь на мой канал с колокольчиком, чтобы побыстрее добить 10 тысяч подписчиков на моем канале. Ну а с вами был Алимберт, ребят, всем удачи и до скорых встреч, увидимся в следующем видеоролике. Кстати, участвуйте в конкурсе на 500 рублей доната.